Сергей Лепчанский, Сибиряк Самый молодой и самый дерзкий вор в законе 90-х годов Сергей Лепчанский, Сибиряк, был легендой криминального мира Он был организатором сходки воров в законе и криминальных авторитетов, которая произошла в 1994 году в Бутырской тюрьме Этот год выдался очень тяжелым для всего воровского сообщества В самом разгаре была война между кавказскими и славянскими преступными группировками Москвы Были застрелены многие криминальные авторитеты и воры в законе как с той, так и с другой стороны И всему преступному сообществу нужна была передышка Со стороны славянских группировок выступал Сибиряк, который был хоть и молодым, но очень авторитетным вором, причислявший себя к ворам старой формации Он был коронован в Бутырке, где провел более четырех лет Именно он и взялся за организацию схода именно в стенах тюрьмы Так как там находились воры, представители кавказских кланов, Шакра Старый и Реза Тбилисский В определенное время в тюрьму, по договоренности с надзирателями зашли более 30 авторитетов Как говорили, каждому надзирателю заплатили по 10 тысяч долларов И прошли в специально подготовленное помещение, где накрыли стол, достали спиртное Туда же подошли сидящие в Бутырке воры в законе Но сходка, не успев начаться, была прервана ворвавшими со сотрудниками РУОП и ОМОНовцами Которые уложили на пол всех собравшихся авторитетов Как оказалось, кто-то слил информацию о готовящейся в стенах Бутырке сходки Всех авторитетов задержали и развезли кого в Матроску и Тишину, кого в Лефортово Но позже всех отпустили, так как в их действиях не было ничего криминального Пострадали только сотрудники колонии, которые запустили авторитетов на сходку Несмотря на то, что сибиряк пользовался авторитетом не только славянских воров в законе Но и кавказские лидеры преступных сообществ относились к нему с большим уважением и прислушивались к его мнению Прекратить войну между славянскими и кавказскими группировками ему не удалось Отстрелы авторитетов и рядовых членов группировок продолжились А вскоре после легендарной сходки в Бутырке сибиряк неожиданно исчезает По одной из версий он был приговорен к смерти ворами в законе за крысятничество из общука И его жестоко казнили, облили бензином и сожгли живьем в гараже Но мало кто верил в эту версию, так как сибиряка знали только с хорошей стороны И на такой низкий поступок он был не способен Некоторые утверждают, что видели сибиряка уже в 2000-х годах живого, но постаревшего Но так ли это, с уверенностью не скажет никто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok